А вот можно мне немножко такой вопрос задать? Покаяние, оно всегда сопряжено с прощением. Вот у нас воскресенье, которое было накануне Великого Поста, именуется прощенным воскресеньем. Мы все подходили друг к другу, искренне просили прощения. Но вот часто люди задают вопрос, а как простить? Бывают такие обиды, которые помнятся иногда всю жизнь. И люди от этого мучаются, забыть не могут. И вот что бы можно было посоветовать? Все наши беды происходят от незнания Священного Писания, потому что сам Господь нам дал такую возможность. Он говорит, молитесь за обижающих вас. Если у человека есть обида, и он молится за обидчика, то довольно скоро обида проходит. Поэтому всем можно рекомендовать именно вот это. Поминать на молитве на своей каждой раз обидчика. Желаем ему и доброго здравия, и спасения души, и вразумления. И постепенно, ведь всегда, когда мы молимся за какого-то человека, он становится нам родным и близким. И вот таким образом можно вот эту рознь преодолеть. Но вот говорят, вроде бы простил, а забыть не могу. И вот это вот как червь некий такой, точит душу. Ну вот, действительно, злопамятность – это есть такая болезнь, конечно. Но если человек целенаправленно с этим борется, с чувством, то обязательно эта рана зарастет. Потому что мы сами грешники, как мы можем к Богу обращаться, если мы не прощаем другому. Как по притче сказано, вот о том, кто должен был, сколько талантов своему взаимодавцу. Та жизнь здесь.